Добрый вечер, господин Иларионов. Мы тут читаем тревожные новости из Крыма, на самом деле. Непонятные вооруженные люди, без всяких опознавательных знаков, захватывают там парламент, телевидение, Укртелеком. Садятся уже с опознавательными, конечно, знаками на аэродромы, вертолеты, Илы и передвигаются БТР по Симферополю. Как это понимать? Помогите нам. Прежде чем отвечать на этот вопрос, я пользуюсь случаем, что я впервые нахожусь в эфире украинского радио или телевидения после победы февральской антикриминальной революции, и имею возможность обратиться к украинским зрителям и слушателям, хотел бы поздравить, во-первых, с этой очень важной победой. Во-вторых, я хотел бы выразить свою личную и своих коллег, друзей и близких. И третье, я хотел бы принести извинения нашему братскому украинскому народу за то, что в большой степени те жертвы, которые были принесены, и, к большому сожалению, я не исключаю, что и новые жертвы, в значительной степени происходят от того, что именно в России находится такая власть, которая играет очень существенную роль, сыграла очень существенную роль в том, что у нас оказалось только жертв, и, возможно, еще окажутся жертвы. Теперь, переходя, я хотел бы просто сказать, что с коллегами мы создали комитет секретарности с Майданом, и стараемся делать все возможное для того, чтобы доносить до российских граждан объективную информацию о том, что происходит в Украине, и о том, какие действия осуществляются по отношению к Украине, к украинскому обществу. Теперь, что касается вашего вопроса и вообще всего этого конфликта. А сейчас, вне всякого сомнения, внимания и в Украине, и в России, и во всем мире достаточно посмотреть все средства массовой информации, привлечено, прежде всего, к Крыму, к тому, что происходит там, к тому вторжению, к интервенции, которая сейчас осуществляется. Понятно, что это никакие не гражданские активисты, это не самооборона, как тут мне написали там, спецподразделения сил самообороны Крыма. Это все относится по ведомству господина Риббентропа, сидящему на Смоленской площади в городе Москве, и по отношению к другим пропагандистским учреждениям. Это абсолютно откровенное, полномасштабное вторжение, военное вторжение, военные интервенции российских вооруженных сил на территории Украины. Это надо так прекрасно понимать. Но, говоря это, надо отдавать себе отчет в том, что, хотя внимание сейчас, прежде всего, привлечено к Крыму, к Симферополю, к Севастополю, надо помнить, что главная цель, все равно является не Крым. Главная цель – это Украина, вся Украина. И главная цель этой, а также многих других операций и провокаций, которые осуществляются по очень многим направлениям, их десятки, если уже не сотни, нацелены на то, чтобы дестабилизировать всю Украину, для того, чтобы повергнуть Украину в реальный хаос, в реальный коллапс и в реальную катастрофу. Вы думаете, напрасно МИИ России делает заявление о том, что Украина погружается в хаос, коллапс, катастрофу? Этого, конечно, сейчас нет. Но для того, чтобы эти заявления получили свое подтверждение, надо организовать на территории Украины именно это – хаос, коллапс, катастрофу. Иными словами, самый лучший способ это сделать – экономический кризис, как вы знаете, активно провоцировался в течение последних восьми месяцев с лета прошлого года. И здесь есть, так сказать, «успехи» в кавычках. Действительно, сейчас экономическое положение Украины очень непростое. Но этого оказалось недостаточно. Поэтому главная цель нынешних провокаций, которые осуществляются против Украины – это развязать гражданскую войну в Украине. Еще раз скажу. Да, интервенция, которая осуществляется очень неприятная, оскорбительная, вызывающая естественные чувства у многих украинцев. Я надеюсь, у большинства, у подавляющего большинства украинцев. Тем не менее, главная цель заключается даже не в самом Крыме. Главная цель заключается в дестабилизации всей Украины, в развязывании гражданской войны, в организации катастрофы, хаоса. Для того, чтобы можно было предъявить всему миру, и российскому общественному мнению, и украинскому общественному, и всему миру, том, что Украина не состоялась как самостоятельное независимое государство. То есть продемонстрировать всему миру, так сказать, правильность анализа, который предложил Владимир Путин на саммите НАТО в Бухарестке в апреле 2008 года. Что Украина не смогла состояться как самостоятельное независимое серьезное государство. И вот уже когда в условиях полномасштабной гражданской войны окажутся уже не сотни погибших, не 2000 раненых, не 300 пропавших без вести, как это получилось в результате трехмесячного противоборства на Майдане в Киеве, а получится тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч погибших по стране. И вот когда начнется такая ситуация, когда начнется и будет продолжаться полномасштабная гражданская война, то тогда с призывами установить порядок обратятся разные силы, начиная от жителей Крыма и Харькова до членов Совета безопасности и Организации Объединенных Наций. И вот тогда уже вторжение, которое сегодня, если в эти дни начинается, оно приобретет совершенно другие масштабы. Поэтому главная задача сейчас для, прежде всего, новой украинской власти и для всего украинского общества сделать все возможное для того, чтобы не дать реализоваться этому сценарию. Этому сценарию, который давно разработан, тщательно, планомерно и полномасштабно сейчас осуществляется. И чтобы не добиться того, чтобы ни в Украине не развязалась полномасштабная гражданская война, а чтобы вообще не было гражданской войны. И чтобы эта гражданская война не привела к войне между нашими двумя государствами. Вот же, господин Иларионов, у меня к вам такой вопрос. А скажите, пожалуйста, если действительно было желание сделать то, о чем вы говорите, почему это не было сделано в первые два дня, когда в стране не было ни министра обороны, ни министра внутренних дел, ни главы СБУ? Почему именно сейчас и почему в такой форме? Почему не было открыто заявлено, что это Россия? Там какие-то люди появляются без опознавательных знаков, захватывают непонятно что, потом отходят, потом заходят. Это не выглядит как такая вот агрессия России, которая бы красила Путина. Сейчас непонятно вообще, что происходит. Он даже внутренней политике не может сообщить, что произошло. Нет, этот план был разработан давно, но расписание, осуществление этого плана, претерпело очень серьезные изменения. Главным автором, поправившим эти планы, оказались тысячи людей, кто вышел на защиту Майдана, кто не допустил введения чрезвычайного положения в Киеве. И когда начались реальные боевые столкновения с расстрелами снайперов, снайперами защитников Майдана, в этом противоборстве, хотя и огромной ценой, но майдановцы одержали победу. Дальнейшее бегство гражданина Януковича оказалось столь спешным, столь неожиданным, что это застигло врасплох прежде всего российские власти. Российские власти, прежде всего Владимир Путин, полагал, что господин Янукович продержится гораздо дольше, и поэтому та операция по развертыванию гражданской войны в Украине имеет определенный запас времени. Молниеносное крушение Януковича заставило Путина и Кремль проводить все операции в гораздо более спешном порядке, чем это предполагалось поначалу. Именно поэтому они были застегнуты врасплох и стали торопливо делать все то, что у них планировалось раньше. В ходе осуществления этого плана выяснилось, что те так называемые якобы гражданские силы, которые должны были захватить власть Севастополя, Симферополя, Республики Крым, оказались слишком слабыми для того, чтобы это сделать. И оказалось, что без прямого, откровенного вторжения, без прямой, совершенно откровенной интервенции ничего не получится. Это практически аналог российско-грузинской войны 2008 года, когда предполагалось, что первый, как бы так сказать, внешне будет представляться таким образом, что это осетины, значит, совершают военные действия, и разбивают грузинскую армию. Оказалось, в течение буквально нескольких часов, что от осетинских формирований ничего не осталось. И тогда пришлось те вооруженные силы, которые уже были размещены на театре военных действий в Южной Осетии, Грузии, задействовать немедленно те батальонные тактические группы, которые уже находились там в течение нескольких дней. Господин Ларенов, но смотрите, ведь в том то же и дело, что как раз в Грузии, если вы вспомните, там все-таки россияне сначала спровоцировали на то, чтобы грузины напали, и после этого уже мировому сообществу представили как агрессию со стороны Саакашвили. Здесь в Украине уже очевидно, что украинцы не нападали, и что татары не нападали, и очевидна и реакция Соединенных Штатов и Европейского Союза, которая сейчас уже прошла, уже сегодня, в Грузии так быстро не проходила. И сейчас Россия в любом случае выглядит как агрессор. Зачем в такой форме это сделано? Еще раз скажу, то, что сейчас происходит, это несравнимо с тем, что может произойти и что запланировано для осуществления в дальнейшем варианте. Самое важное сейчас для всего украинского общества, для украинских властей, для украинских силовых структур не допустить того, что уже сейчас слышно в Украине. Не знаю, люди делают это от большого УВА или просто выполняют заказ в качестве пятой колонны, когда требуют применить силу и навести порядок в Крыму. Это делать было неправильно с самого начала, а сейчас уже в любом случае поздно. Более того, это чрезвычайно опасно. И мне кажется, то, что сейчас пока удается делать украинским властям, в целом украинскому обществу, делается правильно. Демонстрируется агрессивное поведение одной стороны без какой-либо адекватной сопоставимой силовой реакции со стороны Украины. Прямо надо сказать, что в случае развертывания полномасштабного военного конфликта Украины нет шанса его выиграть. Более того, это приведет к чудовищным потерям с обеих сторон. Но если переходить на язык дипломатии права, этот язык очень тяжелый. Господин Иринович, а все-таки вот скажите, все-таки есть... Позвольте, пожалуйста, если переходить на этот язык, это тяжело, это трудно, это непросто, это может занять длительное время, но это тот путь, на котором есть шанс выиграть. А все-таки как же Будапештское соглашение? Неужели Россия вообще не боится ничего, что касается сохранения целостности Украины, которую она пообещала в этом договоре, как и Соединенные Штаты и Европейский Союз? Этого вообще не боится ни Путин, ни сегодняшний Кремль? Мустафа, я прошу вас, вы сами, ни ваши коллеги не вводите в заблуждение украинское общественное мнение. Меморандум, Будапештский меморандум является заявлением, он не является международным договором, он не имеет юридических последствий, ни в каком серьезном юридическом рассмотрении он не имеет юридических последствий, ссылаться на него, к сожалению, невозможно. Вы можете что угодно говорить относительно тех, кто подписал этот документ, или эту бумагу точнее, это даже не документ, с украинской стороны, но у этого документа нет юридической силы. Поэтому ссылка на Будапештский меморандум, это просто на некие благие пожелания, которые были подписаны четырьмя гражданами. Юридических последствий у него нет. А, господин Ларинов, я хотел бы вам представить, у нас тут просто есть еще один гость, политолог Алексей Полтораков, который как раз владеет этим вопросом, у него есть к вам вопрос по этому соглашению. Как раз, возможно, вы друг другу больше объясните, и нашему зрителю ставят понятнее, о чем речь. Хорошо, спасибо. Мне очень понравился ваш комментарий, на правах эксперта я задам такой вот встречный вопрос. В принципе, с вашей оценкой меморандума я согласен, однако хотел бы попросить вас прокомментировать статью 7-ю так называемого Большого договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 1997 года. Она гласит, я тезисно ее озвучу, в любой момент, вот она у меня полностью напечатана, можете проверить, в случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из высоких сторон, создает угрозу миру, нарушает мир или задевает интересы ее национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности, она может обратиться к другой высокой стороне с предложением неотложно провести соответствующие консультации и так далее. Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо большое за то, что вы процитировали эту статью, и мы только что буквально в течение последних 24 часов видели, как попытка действовать в соответствии, в том числе и с этой статьей этого договора, не привела ни к чему. Украинская сторона обратилась к российской стороне с просьбой провести немедленные консультации по поводу того, что происходит сейчас на территории Украины по поводу осуществляемой в настоящее время, в данные часы и в данные минуты, интервенцию российских вооруженных сил. Какой ответ вы и мы все получили из МИДа России? Сказать, у нас нет предмета для обсуждения, никаких консультаций не будет. Вот и ответ. Это, как, опять-таки, эта статья оказывается благим пожеланием. То есть этот договор, и с точки зрения международного права, конечно, у этого договора должны были быть юридические последствия. Однако другая сторона его не соблюдает, откровенно игнорирует. Я скажу больше. У вас есть, как у современного независимого государства, возможность поднять вопрос об агрессии в международном органе, который такие вопросы рассматривает. Какой орган, раз сегодня, в современном мире рассматривать вопросы об агрессиях? Этот орган называется Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Именно Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принимает решения, идентифицирующие те или иные действия того или иного государства в качестве агрессивных и называет то или иное государство агрессором. Если мы внимательно посмотрим на состав Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, особенно на состав пяти постоянных членов Совета Безопасности, мы найдем там Российскую Федерацию. И ни у кого у нас не возникнет никакого сомнения, каковы будут последствия попытки обращения в Совбез ООН. Ответ будет никакой. Россия завитирует, заблокирует рассмотрение этого вопроса. Такова серьезная проблема современного международного права, который в этой конкретной ситуации исключает, создает реально двойные стандарты и исключает членов Совета Безопасности, и в данном случае Россию, как не только потенциального реального агрессора, из механизма рассмотрения его действий в органах, которые для этого предназначены. Скажите, пожалуйста, последний вопрос завершая. Какие ваши прогнозы в ближайшие сутки, неделя? И может ли так оказаться, что вот эта вся операция, это просто для сохранения лица Российской Федерации ввиду того поражения, которое здесь потерпел? Да, поскольку начата официальная процедура экстрадиции Януковича из России, об этом говорит украинская прокуратура. Да, так говорит украинская прокуратура, по крайней мере, да, что его хотят экстрадировать, уже готова процедура. Ваш прогноз, это может вылиться во что-то серьезное? Ожидать ли здесь каких-то действий, ну, будем говорить, военных? Или это все-таки вот такая пока просто игра мускулами? Значит, прежде всего, надо выделить несколько направлений, по которым будут осуществляться соответствующие действия. Что касается Крыма, то по меньшей мере до 25 мая Крым будет оккупирован. Я имею в виду, он оккупирован уже сейчас, но оккупация не будет снята как минимум до 25 мая. И референдум на территории Автономной Республики Крым, который является нелегитимным, решение, которым является нелегитимным, будет проведен под охраной российских штыков. Это надо понимать. Для тех, кто планировал эту операцию, было ясно, что проведение этого референдума без соответствующего обеспечения, лишь при наличии, так называемой, там, партии русское единство или кого-то еще, является недостаточным гарантором для получения необходимых результатов. Поэтому, как минимум, до 25-26 июня российские войска в территории Крыма не уйдут ни при каких условиях. Кто бы что бы ни говорил, кто бы какие бы заявления ни делал. И тот незаконный, нелегитимный референдум, объявление которым было сделано вчера или позавчера, он будет проходить под российскими штыками. Спасибо вам большое, Андрей, за то, что вы к нам включились. Если вы не против, мы вас, наверное, будем включать в эти дни все чаще, поскольку вы хорошо знаете российскую политику и поведение российских политиков. Это был Андрей Иларионов, бывший советник Владимира Путина в эфире Громадские ТВ и Первонационального.